Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться одной своей радостью, одной своей покупкой недавней. Это было приобретение обдуманным и что уж там таить. В общем, это подарок мне, любимый на мой день рождения. Признаюсь честно, я давно хотела эту вещь. В общем, я купила айфон. Нет, на самом деле я купила не айфон, я купила вот этот телефон. Это телефон якобы Nokia, в общем, Microsoft Lumia 640. Эта покупка, как я уже говорила, была обдуманная. Я очень много смотрела обзоров, читала информации. И мое мнение сошлось на том, что этот телефон на данный момент самый оптимальный для покупки и использования. Конечно, у меня был вариант купить айфон. И многие, наверное, сейчас подумают, почему, почему ты не купила его? Честно сказать, я не фанат айфонов. Да, они мне нравятся визуально. То, что я видела у друзей, у знакомых каких-то, да, не знаю, если честно, меня ничем не впечатлил айфон из того, что я видела. Поэтому я решила брать только то, что мне нравится, то, что мне по душе. Также, может быть, вы хотите задать вопрос, почему я вообще снимаю это видео? Кому интересно, что у тебя появился там новый телефон? И ни в коем случае я не хвастаюсь. Это видео не для этого снято. И уж тем более мне не присылали его на обзор. Боже упаси. Мне еще никто никогда ничего не присылал. Так что Microsoft, в принципе, не исключение в этот раз. Я просто снимаю это видео, этот обзор, такой мини-обзор как бы юзера, да. Я не буду углубляться ни в железо, ни в какие-то там характеристики. И я именно хочу поделиться своим впечатлением, своим мнением, потому что телефон хороший и стоит на него обратить внимание. Ну вот, в принципе, и сам телефон. Я именно выбрала вот такую вот модель. Lumia 640. Он довольно-таки большой. Он больше, чем мой предыдущий. Первое знакомство с ним, конечно, не очень сразу удобное. Потому что, если у вас до этого, как и у меня, был телефон меньше, то тогда, конечно, будет некий такой дискомфорт в плане размера. Но я быстро очень привыкла. Телефон очень яркий. Причем есть у него такая вот функция, когда очень светло, да. Экран светит очень ярко. Но когда я нахожусь в темной комнате, экран сразу начинает угасать немножко. За счет, во-первых, экономии заряда. Во-вторых, мне так кажется, что это какая-то некая, по-моему, функция беречь глаза. Музыку слушать на нем так же удобно. Одно удовольствие. Камера очень меня порадовала. Этот телефон, в принципе, на Windows. На эту же модель будет выпущена десятка, как я читала. А десятка будет оптимизирована под эти 640-е модели. Здесь дофигища памяти. Он на две синки. Это не может не радовать. Хотя я, в принципе, пользуюсь одной. Но мало ли. Когда я его приобрела, мне стало жить проще, честно вам скажу. Я хоть и имею влоговую камеру, да, хоть имею основную камеру, на которую я сейчас снимаю. Но, честно вам сказать, удобно, когда есть компактный вариант. Тем более, что когда я снимаю на телефон, либо в магазине, либо там, не знаю, фоткаю себя в то же зеркало в супермаркете, люди обращают внимание, но уже так не сильно обращают внимание, потому что многие так делают, тем более, что это телефон. А когда я достаю влоговую камеру, все сразу думают, что я снимаю на авторегистратор. Либо всем сразу становится очень интересно, что же я такое достала. Ну и затарилась, в принципе, я по максимуму. На сам телефон я приобрела защитную такую пленку. Но это не пленка, это стекло. Это сейчас какая-то новомодная фишка. Не очень дешевое удовольствие, так как сама она стоит прилично. И плюс еще ко всему, за наклейку ее тоже нужно заплатить деньги. Потому что сами вы ее не наклеите. Ее наклеивают в отдельном даже каком-то кабинете. Ну и также я купила чехол. Как вы можете видеть, у меня обычный такой вот пластиковый, прозрачный. Вернее, не пластиковый, а прорезиненный, или как это сказать. В общем, мягкий чехол, но он не слишком мягкий. Он довольно-таки упругий. Его просто так вот именно не снимешь, и телефон из него не выпадает, не вылазит сам. Также для телефона, в принципе, я приобрела вот такую вот штуку. Переносное зарядное устройство. У меня фирма Каньон. Выглядит оно вот так вот. Обычное такое устройство. Довольно-таки увесистое. Но, в принципе, в сумке и так дофига всего лежит. А это, в принципе, будет полезная вещь, которая меня будет спасать в какие-то неловкие моменты. Потому что я использую телефон по максимуму. Я пользуюсь всеми приложениями. Также снимаю на него. Я также фотографирую много. Ну и хочу подвести итоги. Я пока довольна. У меня телефон находится уже вторую неделю. Никаких нареканий у меня нет. Я могу делать с ним все что угодно. Я его использую, опять же, по максимуму. Кстати, в интернете я смотрела, до этого предсенялась. Я думала, опять же, заказывать через Юлмарт. И, честно сказать, там он стоил дорожить. А в магазине я его потестировала, прежде чем заплатить за него. Говорят, что как-то тяжело после Android переключиться на Microsoft. Такого труда не составило вообще очень быстро привыкнуть к использованию этого телефона. Я не знаю, может быть, для меня было просто использовать его. Потому что у меня, в принципе, восьмерка на компьютере, за которым я монтирую видео, за которым я очень часто сижу. Может быть, из-за этого. Если у вас также стоит сейчас выбор, какой именно аппарат купить, я лично советую вам остановить свое внимание на этом телефоне. Хотя бы просто пойдите в магазин и потестируйте его. Вот и весь мой обзор на сегодня. Надеюсь, вам понравилось такого плана видео. Видео было адресовано именно для девочек. Потому что мальчикам, я знаю, нравятся всякие описания железа. Рада была с вами пообщаться. Рада была с вами поделиться своим мнением, своим обзором. И готова с вами попрощаться, наконец-таки. Надеюсь, вам было интересно. И вы что-то узнали новое. Может быть, даже изменили мнение о чем-то. В какую-то, неважно, в хорошую, в плохую сторону. Я надеюсь, все равно я кому-то помогла. Спасибо за внимание. Всех целую и обнимаю.